В Воронежском музее Диораме открылась уникальная фотовыставка под названием «Трагедия советских военнопленных концлагеря Ламсдорф». На ней представлены 43 редких фотографии, на которых запечатлена деятельность Советской комиссии по эксгумации останков военнопленных, обнаруженных в 176 могильных ямах на территории этого лагеря смерти. Шибашов Борис Николаевич возглавлял 7-ю фотолабораторию Северо-Западного фронта, которая освобождала как раз лагерь Ламсдорф тогда, в марте 1945 года. Ну и, наверное, вот как-то так удалось ему, несмотря на то, что, наверное, это было нельзя, сохранить эти пленки. И эти пленки и эти фотографии черно-белые, уменьшенные, вот так сказать, маленькие, совсем крошечные, они были в архиве Шибашова Бориса Николаевича. Вот после его смерти прошло уже достаточно много лет, а сын хранит и альбомы, и фотографии. Конечно, фотографий было много. Фотографии, которые повторяли друг друга, и очень многие фотографии, но настолько страшные, по-другому сказать невозможно, что это вот, ну, не все даже мы отобрали для того, чтобы перенести на выставку. Уникальность этой выставки еще и в том, что на ней впервые представлены личные документы воронежцев, погибших в Ламсдорфе. Их для экспозиции специально прислали из-за рубежа. Буквально два месяца назад ко мне обратился один чешский активист, который тоже, и историк, который тоже у себя готовит экспозицию, и, как ни странно, по Ламсдорфу. И вот он мне прислал из Чехии восемь карточек наших воронежцев с Воронежской губернии. Вот они здесь демонстрируются, вот вы видите две с фотографиями, с указаниями, адресов, фамилии, имя. Вот, это, конечно же, для нас осталось, ну, явилось таким бесценным свидетельством участия воронежцев в той войне и их трагической гибели. Карточки, к сожалению, немцы были достаточно педантичны, они заводили на каждую военно-пленную карточку. Вот, и в карточке свидетельствуется их смерть. Вот, каждая карточка была пронумерована, прописана, вот вы видите, они достаточно педантично подходили, все указывали, и звание, и место рождения. Вот, и здесь еще крепилось, вот здесь уже не видно, на каждой карточке крепились бирочки такие, пластмассовые, которые были номерные, если они здесь крепились. И когда военно-пленный погибал, они отламывали одну часть карточки, привязывали к погибшему, вот одна здесь оставалась. Это позволило со временем, когда делали эксгумацию, восстановить некоторые фамилии именно по этим бирочкам. То есть, обнаружили, и по бирочке обнаружили, нашли эту карточку, потому что было совпадение. Вот, и таким образом мы сегодня, в Воронежце, могут родственники найти своих, так сказать, погибших родственников. И хотя карточек, подтверждающих гибель воронежцев в Ламсдорфе, прислано было всего несколько штук, на самом деле наших земляков там было гораздо больше. Мой дед, Шульгин Моисей Васильевич, значит, в 41-м году был призван, вот, был отправлен в учебные лагеря. В 42-м году, ну, он, отец мой, это самый дед, родом из Воронежской области, Каменский район, тогда это был Острогорский район. Вот, и, значит, когда Ишелом шел в район Дона, где-то там в районе Дона, я точно не могу сказать, Лисский, Росош, где-то там, вот, он был в саперных войсках, и его отпустили на побывку на один день, заходил он домой. Вот, после этого пришло сообщение, что он был ранен и пропал без вести. Ну, а уже, самое, в начале 2000-х годов, когда через интернет Министерство обороны стало обнародовать информацию о воинах, погибших во время Великой Отечественной войны, из архива Министерства обороны стало известно, что по ранению он попал в плен, вот, и умер в октябре 42-го года, значит, в концлагерь Ламсдорф номер 8. Лагерь смерти Ламсдорф существовал на территории Польши с августа 41-го по март 1945-го года. Через его застенки прошло свыше 200 тысяч советских военнопленных. Когда лагерь освободили, то в нем обнаружили лишь одного живого человека, который в скором времени умер. Все остальные узники были убиты или перевезены в другие концлагеря.